Всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу немножко поговорить на тему фуксий. Поделюсь с вами своим опытом выращивания их именно в квартирных условиях. Возможно, эта информация кому-то пригодится. Ребят, честно признаюсь, что мечтала я о фуксиях давно, но никак не решалась их вот именно завести у себя в квартире, потому что прекрасно понимала, что у меня нет подходящих условий для их зимовки. То есть у меня холодная лоджия, и в ближайшее время я ее не планирую утеплять, ну а в квартире им попросту жарко. Поэтому мне приходилось подглядывать за другими, как красиво растут вот эти вот куколки, балеринки, и сходить на слюну. Но я узнала, что недалеко от моего дома есть магазин Огород Маркет, и что фуксии там продаются каждую весну. Я имею в виду черенки. И можно, в принципе, их приобретать, а когда сезон заканчивается, от них избавляться. Но я тогда не понимала, насколько это будет тяжело сделать, потому что за время летнего периода и весны у нас куст фуксии отлично разрастается. Это такая красота, которая цветет до, можно сказать, заморозков. И, в общем-то, я решила как оставить маточники, так и оставить сами череночки. В первое время мои маточники стояли на подоконнике, пока для них там хватало места. Но как только я на подоконник перенесла свои многочисленные глоксинии для зимовки, пришлось мне произвести такую некую ротацию. И мои фуксии отправились под подсветку, под настольную лампу в обычную комнату. Конечно, это абсолютно неподходящие условия, искусственное освещение, плюс жарко. Они сбросили моментально всю листву. Но я думаю, что без листьев я их просто банально перелила. Но я успела их начеренковать. То есть я вам показывала, что черенковала я в водичке. Но, на мой взгляд, тоже совершила такую главную ошибку, посчитав, что фуксиям черенкам будет лучше при освещении, нежели при прохладе. Стеллаж стоял с подсветкой в помещении кухни, где довольно жарко, душно. И вот если бы я черенки поставила на подоконник, где более прохладно, мне кажется, что там бы они чувствовали себя более комфортно. Они, конечно, зиму пережить-то пережили, но состояние было тоже плачевное. Большое количество листьев облетело, и я их благополучно отправила в мусорное ведро. Решив уже для себя точно, что больше я никакие фуксии сохранять не буду. Ребят, ну вот мы так зарекаемся, но когда видим, что у нас стоят вот по осени наши красивые кустики, конечно, меня безумно снова подмывает их попробовать начеренковать. И в этом сезоне я уже, конечно, под подсветку их не поставлю, а просто найду местечко на подоконнике и пристрою их туда. Тем самым хочу приобрести вот свой уже какой-то персональный опыт хранения черенков зимой именно в условиях квартиры. Ну а этой весной я приобрела фуксии, наверное, в три раза больше, чем это было в прошлом. То есть в прошлом было, по-моему, всего три штучки, а в этом было, наверное, где-то 12 различных расцветок. И, ребят, я вот еще одну ошибку, можно сказать, совершила, которую, в принципе, совершаю практически всегда. Я за редким исключением что-то подписываю. То есть мне это не актуально, если я все это держу в квартире. Я вам не рассказываю про серии, про сорта, я просто вам показываю, вот как все это выглядит. Поэтому мне не особо актуально. Но это нужно для того, чтобы понимать, какой формы куст будет. То есть получилось так, что я повывозила на дачу сорта, которые можно было оставить в квартире, потому что они прямо стоячие, потому что они не ампельные. А большинство ампельных, наоборот, сортов, которые разрастаются в огромные кусты ампельные, и они занимают невероятно много места в квартире, я их оставила дома. Именно по причине того, что они были не подписаны. То есть когда мы заказываем в магазине Огород Маркет, к примеру, делаем предварительный заказ, как и я это делала в этом сезоне, я обращала внимание на саму расцветку, на то, какой будет цветочек, махровый, какой он будет по размеру. Я практически не обращала внимания на форму куста, а там все это расписано. Какой формы куста, ампельный, раскидистый, большой или прямо стоячий, это важно. Потому что, конечно, в условиях квартиры брать вот такие большие сорта, которые очень сильно разрастаются, если у вас есть место, то вообще не вопрос. У меня узкие подоконники. Вот я сейчас ломаю голову, по большому счету, куда мне все это поставить, потому что не хватает реально просто места. Вот. В следующем сезоне я планирую тоже фуксии вывезти на дачу, но вот хочется мне попробовать их высадить в открытый грунт, потому что я знаю, что они прекрасно там себя чувствуют, прямо разрастаются такими большими кустами. Уж не знаю, насколько им будет комфортно расти в моей глине, но, тем не менее, вот для этого нужно обязательно подписывать, чтобы хотя бы понимать, какой формы куст вы куда вывозите. Вот это важно. Вот, ребят, смотрите то, о чем я говорила. Вот этот вот сорт, я за ним гонялась, это King White. Огромный, хороший, большой махровый цветок. Тоже даже видно, что сама по себе вот эта колобашечка такая крупная. Но посмотрите, какой раскидистый куст. Это он у меня стоит, вот чтобы я вам показала, да, на такой большой подставке, то есть чтобы он был повыше. Потому что вот такие длинные плети, но их нереально, ребят. Либо коты с ними играются, как с помпончиками, да. То есть пока все это стоит на лоджии, ладно, там еще худо-бедно есть местечко. Но как вот эту всю красоту мне впоследствии перенести уже в квартиру? То есть, скорее всего, я начеренкую и точно вот этот уже сорт буду вывозить на дачу. Потому что в квартире, ну, ему совсем очень тесно. Хотя красиво. Ребят, ну и, конечно, обращайте внимание на то, куда в квартире поставить ваши фуксии. Если вы их поставите под прямые солнечные лучи, где им будет жарко, душно, они будут у вас всячески страдать. Я могу сказать, что у меня лоджия расположена, что солнышко где-то до 11 утра. Но оно шпарит вот как только встало. И получается, что где-то даже в 8-9 я летом могу зайти, вид у них уже никакой. То есть листочки как тряпочки, то есть я вижу, что им жарко. А спрятать их некуда, потому что вот они такие гиганты, разросшиеся, могут только стоять на лоджии. И получается, что вроде как ещё такое утреннее солнце, да, но всё равно они страдают. И совсем другой внешний вид у них на даче. Я вам показывала свои дачные влоги, вы видели, да, что на террасе в отсутствии прямых солнечных лучей фуксия намного комфортнее. Они обильнее цветут, и куст выглядит намного пригляднее, нежели в квартире. Поэтому если у вас вот какая-то южная такая сторона, где солнце от и до, то подумайте лишний раз и не мучайте растения. Хочу также вам показать, что у меня уже первая партия моих фуксий в водичке дала корешки. Но буду я её высаживать сначала в торфяные таблетки. То есть не сразу в стаканчике с грунтом, а также как я высаживаю в бегонию, чтобы уж точно был стопроцентный результат. Поэтому, ребята, когда вы приобретаете фуксию именно для выращивания в квартире, нужно задуматься не только о том, где вы её будете хранить зимой, но и хватит ли у вас места, когда этот куст в полном объёме разрастётся. Вот это тоже очень важно. А так, конечно, это очень красиво и просто такие обалденные эмоции. Ну а в заключении я хочу вам показать бегонию с оленей, которую я привезла с дачи. Я очень переживала, как она перенесёт переезд, потому что очень сильно отряхнула земляной ком и повредила корни. Но всё успешно и хорошо. Посмотрите, какое количество одновременно распустившихся цветочков. Я очень надеюсь, что вторая расцветка ближе к розовому тоже меня обязательно дождётся. Я выкладывала её в сторис и этот сюжет набрал большое количество как просмотров, так и лайков. То есть я понимаю, что вам тоже очень нравится это растение. А сегодня, ребят, спасибо, что были со мной. Видимся, услышимся и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok